Александр играет в шашки с 7 лет. За его плечами уже немало игр и побед. Сейчас он передает свое мастерство детям, ведет свой блог и продолжает участвовать в турнирах. Вот и сегодня в селе Покровское решил сразиться с соперниками на чемпионате России по стоклеточным шашкам. Меня водили в разные секции. И в каком-то возрасте я стал обыгрывать папу в шашки. Меня отвели. Так понравилось, что играю всю жизнь. Стало моим любимым занятием. Выступают на чемпионате 30 женских и 15 мужских команд. Правила, по которым играют классические. Но на черно-белой доске вместо 64 клеток целых 100. Играть легко, выиграть сложно. Сама сложность в том, что нужно, во-первых, думать на несколько ходов вперед, а во-вторых, не прозевать ситуацию. Потому что в шахматы, если ты проиграл фигуру, ты можешь ее быстро отыграть. А в шашке, если ты проиграл комбинацию, ты теряешь сразу несколько фигур. И, конечно, уже сложнее будет отыграться. Участие в турнире приняли около 150 человек. Шашисты уверены, что высокий результат в этом виде спорта зависит от дисциплины, усидчивости и математического расчета, которые вырабатываются с годами. Шашки мне нравятся тем, что результат всегда зависит от количества приложенных сил во время тренировок. Если ты тренировалась, совершала какие-то задачи, готовилась конкретно к турниру, то результат всегда будет хорошим. Победители чемпионата России по стоклеточным шашкам получили главный приз – 50 тысяч рублей. А лучшие спортсмены отправятся в Турцию на первенство Европы. Екатерина Крамор, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok